Я звезда. Я, в общем, опустился вот в самое дно. Никогда не пей за удачу. Пока дна не увидишь. Я просто уже жил в подвале. По подъездам спал. И мне помогли люди. Подобрали меня, позаботились обо мне. Так, это у нас комната отдыха. Вот видишь, Сережа кого-то повел в туалет. Где хрен, когда замерзнут? Русские не замерзают. Будут всегда такие люди. Улица учит всему. Это именно Господь дал мне шанс прожить другую жизнь. Короче, снимай, и мы по-первых, по-своему. Почему люди остаются на улице? Причины разные. Например, человек может потерять работу. Или стать инвалидом и вообще утратить работоспособность. Кого-то из дома выгнали родственники. Или обманули черные риэлторы. Бездомность – одна из главных проблем человечества. Бездомные были во все времена, они есть во всех странах. В царской России существовала правовая норма, определяющая понятие «бродяги». Это человек, который бесцельно бродит от одного места к другому, без денег и желания работать. Бездомность может быть как вынужденной, так и добровольной. Когда человек стал жертвой обстоятельств, понятно, но что может заставить его жить на улице по доброй воле? Мы побывали в приютах, поговорили со специалистами и, собственно, пообщались с самими бездомными, чтобы попытаться ответить на эти вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Одна из причин, по которой наши герои оказались на улице – отсутствие средств к существованию. В принципе, оказаться в сложной жизненной ситуации может каждый. По мнению наших партнеров, кредитная карта – оптимальный способ получить кредит до 2 миллионов рублей с удобными условиями и доставкой. Оформите кредитку Тинькофф Платинум. Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Бесплатное обслуживание по карте будет вечным. Так еду забери, а я баночки иду собирать. Чтобы они меня снимали. Я уже в интернете попал. Я звезда. Палки нет. Нашел. Как было денешься. Вам повезло просто. Это сюжет. На севере работал, денег заработал. Поехал на море отдохнуть в поезде. У меня калифан за... Ну, как обычно, водка, мотка. Ну, все дела. И он просто в купе закурил. Вот здесь, в Сидоровске. Ну, короче, нас приняли. Ну, в поездах. И все. Ну, как обычно, понесло. Деньги есть. Выпивать, это мягко сказано. А деньги через четыре дня закончились. Сейчас улык, мошлык. С мужиком познакомился. Уехал, дворником работал. Я говорю, еще по подъездам спал. Кто-то не угоняет. В одном подъезд попал. Женщина, не русская, выходит. Он говорит, что кого? Я говорю, да такая беда. Она мне выносила и покушать, и выпить. И это, спит. Только здесь не мусори. И вот разговора нет. Я еще говорю, мне ебурт понравился. Нормальный город. Тут. Мне понравилось здесь, короче. Вот это, я думаю, сюжет будет. Тема бездомности, она также к наше общество меняется. То есть, в 90-е годы это была одна палитра, сейчас немножко другая. И, к счастью, и по количественным соотношениям сейчас поблагополучнее немного эта ситуация. В целом, вот по этому году, если смотреть, то за первое полугодие в наше поле зрения, в Сыровской области, попалось, если точно, 2075 человек. Ну, то есть, условно говоря, 2000. Если вот так посмотреть по соотношению, то более 80% это граждане трудоспособного возраста. Соответственно, внутри структуры ген, то есть, по возрастной тоже расклад он имеется, то есть, но гендерно, так же, это, конечно, 80% это мужчины. То есть, вот, по сути, основная массовая категория это мужчин трудоспособного возраста. Доля инвалидов достаточно невелика, то есть, как бы она ни показалась, доля пенсионеров тоже невелика. Ну, само учреждение было открыто, приняло первых клиентов в 95-м году. В 2006-м году учреждение перешло в подчинение Министерства социальной защиты тогда. У нас здесь два здания. Основное здесь проживает у нас мужская половина, будем говорить. В этом здании небольшая комната, 4 женских места у нас есть. 45 мужских мест, 4 женских. То есть, 49 человек мы можем принять. Так, это основное здание. Здесь у нас пост бахтера находится, женщина круглосуточная. То есть, для того, чтобы контролировать приход, обеспечение питания. И проходим, вот здесь у нас две комнаты. Две комнаты на втором этаже. Выглядит все, как в санатории. Да, как это и есть в санатории. Сергей, а вы до вновь? Я не первый раз, недолго бываю здесь, Екатеринбургский. Я здесь живу, у меня здесь домашние проблемы. Ну вот, меня директор выручает. Понимаю, все нормально, меня все устраивает. Так, живу, значит, у каждого кровать, стул, тумбочка, шкаф для хранения вещей. Уборка производится ежедневно, в течение 7 дней в неделю, то есть, каждый день. Поэтому, ну... Камера для обработки вещей. Обрабатываем постельные принадлежности. После ухода каждого клиента матрасы обрабатывают, подушки, одеяло и покрывало. То есть, стирка отдельно производится у нас здесь, для того, чтобы не было различных заразных болезней. Теряются люди, все равно, то есть, выходит 10-15 процентов, но и это считается очень хорошо, когда люди, они уходят из нашего учреждения в нормальную жизнь, то есть, нашли работу, сняли где-то комнату, может, даже с кем-то познакомились и нашли семью. То есть, ну, это очень мало, но все равно это считается хорошо для нас. То есть, такой процент, 10-15 процентов от количества проживающих, если так будет. То есть, мы считаем это большим успехом нашей работы. Я зимой, 3 января. У меня же груза, браконьер. Снег разгреб до земли. Чего-нибудь постелил, лег, укрылся. Самое главное, ноги и руки. Чик накрылся и дышит, 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 дышит. Себя снимаешь, там, куртку, х**, там, ну, вот такие вот дела. Пацаны, и все. А для того, чтобы помочь бездомным вернуться к нормальной жизни, создаются вот такие вот места. Мы находимся недалеко от Екатеринбурга. Здесь ребята уже несколько лет строят приют, где бездомный может получить одежду, подстричься, помыться, привести себя в порядок. Это такой некий транзит. Кто-то из них возвращается в общество, начинают работать. А те, кто решают остаться здесь, например, на время, пока восстанавливают документы, живут по определенным правилам. Что здесь точно нельзя, это употреблять алкоголь и курить сигареты. Своё хозяйство есть у нас вот козы, кролики были, кролики сюда не пошли. Сейчас есть козы, куры, цыплята были, куры не сушки. Огород делали грядки, но ухаживать особо там было, пару человек они ухаживали, а потом что-то, ну, не стали ухаживать просто и все. Сначала я просто кормил бездомных, то есть кормление организовали мы, была такая задача, мы, например, если кормим, мы всегда предлагали там куда-нибудь отвезти бездомных. Там есть реабилитационные центра, приюты. И вот задача, чтобы организовать точку и развести ее, чтобы людей вот с улицы как-то убрать. Ну, понятно, что это не всегда получалось, но кто-то все равно уезжал, у кого-то жизнь реально менялась. И все, потом понял, что одного кормления этого мало. Сначала один дом снял, это уже сколько лет, лет 13 назад, наверное, было. Потом второй, третий дом, вот, было самое большое, у нас три дома мы снимали, и у нас бездомные просто приходили ночевать. То есть они могли помыться, переодеться, переночевать, там, покушать, чистую одежду получали, вот. Ох, как хорошо тепло. Ну, это у нас, ну, вход, так скажем. Пойдемте, ну, жилые комнаты сначала. Сейчас свет включу. Это жилые комнаты, вот. На второй ярус не все не могут, не все могут залезть, к сожалению. И, ну, все равно они вроде как тоже заняты, кто-то залазит. Это у нас Slavik спит. Он в игры какие-то все играет в телефоне. Ну, там, вот эти вот штуки, они очищают воздух. Это у нас президентского гранта, вот эти очистители. Очень... Да. Кровати вот эти тоже с президентского гранта. И, ну, очень хорошее, то есть вот оборудование там некоторое сейчас тоже покажу. Ну, пойдемте дальше. Так, это у нас комната отдыха. Ребята смотрят кино. Вот. Они только после обеда, у них как бы это, в общем... Время для отдыха. Да. Серега, ты что, кого-то в туалет повел? Вот они друг другу помогают. Потому что бывает, вот человек тяжелый. Вот, видишь, Сережа кого-то повел в туалет. Это Игорь. Он глухой, в общем. Вот два туалета, душ, ванна, теплые полы. Вот пожарная сигнализация, одну и сделали. Народу всегда по-разному. Всегда. То есть человек пришел, может помощь получить, все, и там на следующий день он как бы пошел дальше своей дорогой. Помощь это помылся, переоделся, подстригся, может, отоспался. Чистая одежда. Все. А так, пришли, помощь получают, пока оформляем документы. Бывает 25 человек, 27 человек. В общем, вот, но мест нет. А звонят практически каждый день, чтобы взяли. Потому что эти люди, понимаете, они, основная масса, уже утратили способность, как бы, работать по своим каким-то моральным. Вот. То есть они, как бы, деградированы от алкоголя. Кто-то там слепой, кто-то глухой. Ну, Евгений мне живут. Мне 47 лет. Как бы, попал в такую ситуацию. Работал. Ну, это неважно, как бы. Три года вот пил. И за дня в день. В день. А почему начали пить? Ну, как бы, захотелось выпить. Ну, пока дна не увидишь, не прекратишь это дело. Вот так я спился. А как оказались на улице? Ну, сожительница я жил, как бы. Я забухала на меня, выгнила все. Ну, квартира ее была, я у нее не был. А некуда было пойти? Родителей не было? Нет. И своего жилья не было? А как это получилось? Ну, как получилось. Квартиру продали не тем людям. Ну, как бы, поменяли квартиру. Трех на двух. А документы оказались липовые. Все. Как бы. Это можно сказать, что вы стали жертвой мошенников? Черных риэлторов, так называемых? Да. 15 лет назад сам попал в трудную ситуацию. В жизни. В 2008 году. И мне помогли люди. Можно сказать, что подобрали меня, позаботились обо мне. Началось, наверное, это в подростковом возрасте. Я, в общем, начал употреблять наркотики. И родственники всякой мне пытались помогать, но это было все, в общем, бесполезно. То есть, везде я только не был, в общем. И больницы, и психбольницы, и всякие гадалки там, и бабушки там. В общем, ничего мне не помогало. В какой-то момент меня, в общем, посадили. И там в колонии один парень мне рассказывал, говорит, вот есть такие реабилитационные центра, христианские. Проходишь реабилитацию, как бы. Ну, мне, говорит, вот помогло. Просто у него там что-то всплыло, и его посадили. Когда я вышел, я, в общем, опустился вот в самое дно. Опять употреблять? Да, я начал употреблять. Потом я уже просто даже не в состоянии был что-то снимать там себе жилье какое-то. Я просто уже жил в подвале какое-то время. То есть, от меня все отвернулись. Родственники там трубки не брали уже. И так получилось, что я уже, ну, жить, в общем, не хотел. Ну, хотел сделать так, суету, скажем, передоз. И в самый последний момент я включил зачем-то телефон. Вообще, для чего? Я, как бы, сам не понимаю. Включил телефон, и позвонил вот этот Алексей. И опять, говорит, там, как дела у тебя там? Поедешь в центр? Я просто думаю, какая разница, сегодня умру или завтра. Я, ну, поеду. Когда можно? Он говорит, прямо сейчас. Думаю, надо же, как бы. Вообще, ну, странно. Для меня это было очень удивительно, что я вообще нужен кому-то. Как жить, как бы, вот в обществе, ну, вообще, я не понимал. Честно, тогда я был, вот в этом плане, я был прям потерян. Я понимал, со мной что-то произошло. Я стал другим. У меня желание употреблять что-либо просто пропало. Реально, это было сверхъестественно. То есть я не курю, там, я не пью. То есть вот, в общем, Господь дал мне шанс новую жизнь. Выпивать-то вы начали, потому что у вас какая-то депрессия началась. То есть вам тяжело было трезво и реальность воспринимать? Да, когда маму с папой потерял, тогда я начал выпивать. А почему мама с папой умерли? Ну, как бы, я тоже от пьянки. Вадохнулись. В своем доме где-то? У меня от двухэтажки. Ну, задохнулись в смысле от дыма и от печки? От дыма. Ну, не от печки, от дела. А, пожар. Как вы это пережили? Ну, как в алкашке, как. То есть, пытался утопить. А что пили? На алкоголь же все равно деньги нужны. Цвяка была. Спирт продавали. Спирт пил. Не боялись проблем со здоровьем. У нас на сегодняшний день в каждой территории Свердловской области, в каждом муниципальном образовании, в каждом исследованном пункте, за каждой территорией скреплен комплексный центр социального обслуживания. Достаточно просто появиться в поле зрения учреждения, обратиться за помощью. То есть, дальше у нас также есть органы государственной власти, территориальное управление, социальные политики и уже определенные койки временного пребывания, и как бы срочные социальные услуги, правовые услуги, вмешательственное взаимодействие с правоохранительными органами, с миграционной службой, с Минздравом и прочим. То есть, важно просто вот это желание выразить, и попасть в поле зрения. Соответственно, дальше уже начинается наша работа. Она разная в зависимости от жизненного трека каждого человека, но она ни в одном из случаев не тупиковая. Мы победители двух президентских грантов. Стоим в каком-то тоже реестре президентских, там, вот, фонд президентских грантов. Мы там уже в этом реестре. То есть, привилегии какие-то у нас есть. Помогают депутаты Государственной Думы, местные депутаты. Ну, да, люди добрые, они помогают. Продукты те же. Ну, вот, и с этим уже, как бы, за много лет уже знаешь, что мы реально этим занимаемся. То есть, уже намного проще стало. Никогда не пей за удачу. Почему? Потому что она тебя покинет. Хочешь, баночку покажу? Вот этим я зарабатываю. Ну, я ж не ворую. Я не краду. Я по магазинам не лажу. Ну, не ворую. Не краду. Как-то... Ну, не умею. Ну, это не мое. Ну, в общем... Ну, чтобы я понял. Ну, не умею воровать. Мне... Нельзя. Как ты думаешь? Красивый крест. Он простенький, но он мой. Вот мы пристроили пристрой и второй этаж. Это служебная комната. Здесь пока у нас такой, ну, склад, так скажем, импровизированный. Здесь будет служебная. Здесь будет несколько комнат. И вся остальная территория, это большая комната отдыха. То есть это будет и теннисный стол, и рыбки, и попугайчики, и телевизор. Там какой-нибудь большой, в общем, может, какой-то даже проектор, чтобы... Ну, в общем, комната для отдыха. Вот. Ну, и минимально жилых еще комнат, потому что все равно на второй этаж даже кому-то не всем удобно подняться. Там у нас будет пожарный выход, лестницы. Вот, в принципе, нужно достраивать еще много вложений. Человек уже вот врос в эти практики. Он в них, ему в них в какой-то степени внутри себя он меньше страдает, нежели он поедет туда, столкнется вот со всеми социальными отношениями, в которых свои следы, да, свои вот какие-то неразрешенные проблемы и противоречия, ему комфортнее оставаться здесь. Я водитель. Б. Ц. Е. Ну, понятно. Легковая. Грузовая. Я могу фуру, могу трал, могу... Я это все это просто могу. У меня три аварии. Три аварии. Не по моей вине. Просто в меня въебать. Ну, в общем... Человек может в одночасти стать бездомным. Потому что вот за все это время я такие истории слышал, ну, проверял информацию. То есть как, что, кого-то просто обманули на квартиру риэлторы какие-то черные. Ну, такое было там. Ну, это давно уже такое было. Кого-то жена просто выгнала, кого-то дети не пускали. Вот по поводу работы, ну, кто-то хочет работать, кто-то не хочет, понимаете. Кто-то просто запился до такой степени. Себя придет, руки зовут, и художники были у нас, и мастера всякие. И вот эту вот беседку, вот, если покажете, мы начинали строить. И я начал только сам фундамент. Я заливал столбики, а потом один дедушка. Ну, все, я дальше сам. И вот эти все резные штучки. Там, кстати, мебель еще стоит внутри. Это все он делал. То есть у вас есть работа? Да. Вы не постоянно здесь находились? Нет, конечно. Расскажите. Я занимаюсь дезинфекцией, руководитель филиала. Так получилось, что семья в мае увеличилась. Сейчас у меня опять детей стало. До этого двое было. В общем, вот, и тут тоже, ну, такая была личная трагедия, вот, когда уже все это начинали строить. У меня супруга, которая тоже помогала мне во всем этом, она заболела, онкология. Болела почти три года, и вот, почти два года назад, вот, меньше, она ушла на небо. Вот, я, получается, год вот один жил с двумя детьми, и вот в мае, ну, как в мае уже женился. Мы там познакомились с девушкой, дружили, у ней тоже трое детей, хорошая, в общем, и... То есть, вот, и все равно мои, так скажем, затраты, они и сюда идут деньги с работы, ну, и домой. То есть, ну, в принципе, слава богу, хватает на все. Сколько нужно алкоголя тебе каждый день? Вот ты просыпаешься, тебе плохо? Ну, понятно, голова болит. И пить хочется, если водички нет, так, как-то так. Я просто посажусь к мужикам, пацаны, купите воды. Просто, ну, мы же в России, ну, нормальные мужики, везде есть. Даже в самом плохом месте, но они есть. У меня-то пара только человек, ну, нормальных мужиков. А со сильными я стараюсь, ну, просто стараюсь с ними общаться, потому что, может, пидр... Ну, ах, мне нужны. Из них, что матерюсь. Ну, я честно говорю. Самая лютая зима. Ну, как, зима и зима. Он не замерзнет. Я себе говорю, ты же барканьер. Здесь нехто, я разгребу, что ли, подстилю. На ноги намотал, накрылся. И хрен, когда замерзнет. Русские не замерзают. Нас не убьешь. И растений, кто не победит. Будут всегда такие люди, которые будут и бездомные, которые будут в проблеме. Человек же приходит в эту жизнь, проходит какой-то путь свой. Через падение, через взлеты, и опять падение. У кого-то падение очень глубокое, как у меня было. Я в самое дно улетел. И постепенно, по Божьей милости, просто как-то Господь меня раз-раз и вывел из этого. И семья есть, и дети есть. Это же тоже доверие и ответственность. Раньше я был другим. Прошло время, через все эти ситуации, ну, мое сердце изменилось. Взгляд на жизнь, на людей, на все остальное. Мои ценности, они просто поменялись. Ну, я верю, что это именно Господь дал мне шанс прожить другую жизнь. А вы вот в то время, когда употребляли алкоголь и были без определенного места жительства, вы боялись смерти? Да, сейчас я не боюсь. Почему? Не знаю, отпало как-то. Бояльник. Один мой знакомый сказал, что неизвестно, что лучше, такая жизнь или смерть. Вы не согласны с таким? Согласен. Силы, шоу. Интересно, не знаю, как я сейчас. А, стой, шоу. Надеюсь, верю, как я стал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok